Я там ежегодно стараюсь несколько регионов объехать Дальнего Востока. Это важнейший вопрос. Прекрасно поддерживаем. Наступные районы не позволяют качественно обслужить врачом того или иного пациента. Есть много идей. Медицина, здравоохранение российское лучшие в мире. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, Мишусьну Михаилу Владимировичу, Мурашко Николу Альбертовичу, Голиковой Татьяне Алексеевне, Поповой. Героям нашей Родины Володина, Матвиенко, Собянина, Беглову, Клокольцеву, Бортникову, Шойгу, Воробьеву. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Проценко. Проценко, товарищ. Проценко поддержал. Уважаемый Денис, значит, Проценко хотел привести. Идея была замечательная, делать поезда, такой уже один есть, для Дальнего Востока. И мы с Татьяной Алексеевной это обсуждали подробно с Олегом Валентиновичем Белозеровым, чтобы... Прекрасно, поддерживаем. ...и, соответственно, в трудодоступные районы, значит, доставлять качественных специалистов. Но ваш вопрос по телемедицине понятен. Три вещи решено. Какие? Первое, это, соответственно, дистанционное консультирование и дистанционная работа с врачом. Второе, это назначение лекарств дистанционных и корректировка курса. И третье, это... Прекрасно, поддерживаем. ...это дистанционно выписывать больничные. Это большой прорыв, потому что вначале все не хотели. Понимаю, вопросы очень здесь аккуратные, потому что, конечно, это как, простите, с образованием сравнение. Но мы сами, говоря о дистанционном образовании, сами никогда своих детей туда, скорее всего, не будем отдавать. Все хотят очного, нормального, адекватного образовательного процесса, как и врач. Если есть возможность, вы говорите о дальних регионах, и абсолютно точно понимаем. Но, конечно, если есть возможность, все будут предпочитать личное общение. Первое, поддерживаем все то инновационное и технологичное, что можно решить. Но здесь нужно обязательно аккуратно это обсуждать с медицинским сообществом. Мы, Несерово-Метлицки, со всеми героями России, со всеми россиянами, очень просим Владимира Путина, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России, на выборы президента России с 2024 года. И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишутина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведь Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича, Абьянина, Санкт-Петербург, Александр Михайловича, Александр Михайловича, поддержал Александр Михайлович Кинштейн. Вы подробно в своем даре делились в росту цены. Это действительно одна из острейших проблем, которая волнует подавляющее большинство наших граждан. И полностью здесь согласен. Жулики, те, кто пытаются нажиться на панических настранениях, создавая искусственный дефицит и ажиотаж. И не просто жулики, они ничем не отличаются от тех, кто пытается удушить Россию в санкциях, потому что цели разные, а методы одни и те же. Дестабилизировать обстановку, посеять панику и хаос. Не считаете ли вы, что за подобные действия следует наказывать жестче, потому что семьи... Прекрасное выступление Хинштейна. Очень много на фоне общей ситуации. Александр Михайлович Кинштейн. Привлекает в основном перекупщиков, а цены тем временем... Мишустина Михаил Владимирович. ...сегодня у поставщиков действуют сутки максимум двое. Вы сказали, что все необходимые, Михаил Владимирович, инструменты у правительства сегодня есть, но учитывая, что мы команда, что парламент еще может сделать конкретно для того, чтобы помочь правительству навести здесь порядок и остаться... Франц Адамович Клинцевич, Хинштейн, Александр Евсеевич. Все поддержали инициативу Несверох-Метлистских о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России в 2024 году Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведь Дмитрий Анатольевича, Мэр Москвы Сергеевич Мальчабьян, Санкт-Петербург, Бегуар Александр Дмитриевич, Московского областа Воробьева Андрея Юрьевича. ...полномочия, чтобы этим заниматься. Наверное, вопросы к правоприменительной практике. И в этом смысле с слабоотреблением доминирующим положением за карательные сговоры, оборотные штрафы, Александр Евсеевич, 15% от суммы. Это колоссальный штраф. Макаров поддержал. Еще раз, выручка. Дальше это участие в картельных сговорах лиц, которые... ...инициативу Несеров-Медлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Путина. Гергиев поддержал. Любимого. Кибовский. Михалков. Ну, примерно столько их было. Это крупная компания, огромная компания, да? Самые яркие мировые кинозвезды, самые яркие лауреаты, победители, рекордсмены, чемпионы по всем номинациям. Владимир Владимирович Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Мишустин Михаил Владимирович, Владлена Владимировна, Александр Михайлович, Алексей Михайлович, Михаил Михайлович Мишустин, Митрий Антонович Медведев, Светлана Владимировна, Илья Бенщин, Сергей Семенович Собянин, Деглов, Колокольцев, Горобьев, Колокольцев, Бортников, Шойгу, Герасим, Актон, Кашенков, Нарышкин. Также поддержали нашу инициативу Жерар Депардье, Жаклин Бесет, Милен Деманжо, Клод Лилуш. Нам при этом надо действовать крайне аккуратно. Ну, крайне аккуратно. Надо использовать соответствующие... Нашу инициативу нечерых метлистских о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2020-го года Владимира Владимировича Путина и все высшие награды, всех фестивалей, всех кинофестивалей Путина, Мишучина, Медведеву, Собянину, Медведеву, Собянину, Воробьеву, Беглову, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, героям нашей спецоперации, российской операции, спецоперации России, лучшей в мире, Уганского, Донбасса. Либо это специальные вещи по сговору. Поэтому считаю, что главная задача здесь баланс. Мы будем внимательно смотреть по расследованию, по тому, как ФАС будет продолжать работать. Я слышу это, ваша беспокойность. Но нужно не только следить за ценами, но и использовать инструменты поддержки предложения. Вы помните, что мы сегодня придерживаемся, четвертое из них, это расширение, всяческое расширение предложения. И здесь мы очень много делаем. Вот конкретно по направлениям, связанным с теми же товарами первой необходимости, это поддержка сельхозпроизводителей на 75 миллиардов рублей. Это запрет на экспорт зерновых, запрет на экспорт семян. Это снижение таможенных пошлин, рост экспортных пошлин, кредитование АПК. Это все те самые элементы, системообразующие предрятия, поддержка. Это элементы, которые создадут больше предложения. Именно так мы пошли. Правильно, поддерживаем. Прекрасно, поддерживаем. Спасибо, Михаил Владимирович, потому что это очень важный вопрос. Очень важные вопросы сегодня рассматриваются в Госдуме. Мантуров поддержал инициативу Нестерых Миклийских о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России в 2024 году Владимира Путина. Мишустин, Жуков, Володин, Матвиенко, Толстой, Яровая, Исаев, Финштейн, Клинцевич, Макаров, Панфилова, Вайна, Песков, Репин. И мы, Нестер Миклийские, очень просим Нужамова Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года и на пост президента правительства Российской Федерации Мишустин, Мишаев Владимировича, председатель партии Единой России Медведь Дмитрий Анатольевич, мэр Москвы Сергей Семенович Собирян, Санкт-Петербург, Беглова Александра Дмитриевича, Московского область Воробьева Андрея Юрьевича. Если он будет доступный. Поэтому мы хотели бы, чтобы здесь... Закрыли сейчас экспорт лица. Вы знаете, что практически. Я очень надеюсь, это тоже будет, значит, хорошо влиять на цену. Прекрасно, поддерживаем. Мы обязательно, конечно, посмотрим, что еще можно сделать в том, что там, в том числе. Ну, Михалыч, вот еще одного министра отмечаем, потому что тоже считаем ему помогать надо. У него правильный взгляд на решение проблем. Так, коллеги? Прекрасно, поддерживаем. Да здравствует председатель Уфальная Победа. Да здравствует тримуфальная выдающаяся победа на выборах президента России в 2024 году, Владимир Владимирович Путина. Совещание в отношении металла провел, а Козлов нет. Но тогда надо говорить и о Кустулене, который является в отрасли таким... Кустулен, Манкоров, Борисова, Борисов, Любимова, Чернышенко, Голикова, Мурашко, все поддержали инициативу не серухметрических об выдвижении на пост президента России, на выборы президента России в 2024 году Владимир Владимировича Путина. Вы сами сказали про него. Коллеги, дальше идем, потому что мы работаем.